Доброе-доброе утро. Я пришла с прогулки, смотрю, Виктории уже нету. Кира ушла со второго этажа на эту кровать, а Вика ушла от нас, потому что здесь невозможно находиться. Здесь просто нечем дышать. У неё дома попрохладнее, у неё не солнечная сторона с утра, а у нас с утра можно умереть в квартире. Я закончила монтировать влог. Вот это жду пока сохранится, чтобы вам его выставить. Чтобы пошла я приводить себя немного в порядок, потихоньку пробуждать Кирюху и убирать в квартире. Ну давайте сейчас посмотрим, как там наш зверёныш поживает. Вообще он выходил сегодня или не выходил, я что-то не понимаю. А ну, Гуська, ты там где, малыш? А ну-ка, жарко тебе, да? Иди сюда. Идёшь? Ему тоже очень жарко. Я даже не знаю, куда поставить, чтобы ему стало легче. Чтобы вообще нам всем стало легче. Ну ты где? Ты выходишь? Ты там где? Иди. Давай. Идёшь? Кусенька. Масик. Иди сюда. Давай, Махалюся, давай. Вот так вот, да? Вот так вот. Вот, иди водички попей. Ты так долго ждал водички, а сам не мог пойти её попить, да? Боже, весь мокрый. Тоже весь мокрый. Ну? Идёшь? Вот так вот. Вот так вот, Халюся. Вот так вот. Так, Халюся. Так, Халюся. Выпустите меня на волю. Я хочу погулять. Надо пойти тебе сделать еду. Да, не еду пойти сделать. Так, ладно. Мне жалко сейчас всех животных, потому что невозможно находиться в квартире. Руська моя вообще умирает. Идём, буду вас кормить. Делала Кирюшке вот такую вот конструкцию с маленького вентилятора. Я включила его на пауэрбанк, потому что он садится быстро. И запустила на неё свежий воздух. А сама сейчас буду, знаете, что делать? Я сейчас буду пробовать новую сыворотку. Или спрей. Короче, вот этот вот, который я вчера купила, 12 в 1. Сейчас проверим, что всё-таки. И с чем его едят. Я не знаю, как много его надо на себя брызгать. Короче, первый раз попробуем так. Своей расческой, кстати, ой, извините за такой не феншуй. Ну, это бывает у всех в комнате. Так, надеюсь, волосы расчешутся нормально. И потом высушится тоже нормально. Короче, вот так вот. Когда высушу, расскажу вам, насколько этот спрей хороший или нехороший. Я его вчера купила. Говорят, супер. По отзывам тоже вроде бы супер. Вот, ещё раз показываю. Рассказываю вам первые впечатления. Волосы стали очень мягкие. Мне показалось, что сирена. Утюжком волосы, я когда их проглаживала утюжком, знаете, такое впечатление, что я проглаживаю по... Даже не знаю, как это объяснить. Короче, утюжок очень-очень плавный, шёл по волосам. То есть, сразу чувствовалось, что есть термозащита. Мне понравилось. Пока-пока. По первому использованию вообще круто. Посмотрим, что будет дальше. Как он будет дальше себя вести. Я не знаю, что мне делать. Китюня спит. Мне надо кровать застелить. Я этого сделать не могу. И даже пылесос не хочу включать, потому что она спит, спит и ещё раз спит. И мне безумно жарко. Я уже всё, я уже схожу сама. Думаю, может, в торговый центр поехать. Посмотреть, что там есть. И вообще полазить там, потому что в квартире невозможно находиться. На улице невозможно находиться. Единственная проблема – доехать до торгового центра, чтобы не свариться. А теперь ещё и воздушная тревога у нас началась. Я открыла вот так вот дверь, чтобы был у нас сквозняк. А сейчас думаю, наверное, пока такой есть сквозняк, я его сделала. Правда, пришлось всё пооткрывать. Сделаю, наверное, блинчики. Чтобы Кирюха проснулась и на завтрак у неё были блины. Просто я не знаю, что могу сырники сделать, но Кира сырники не ест. А блины она кушает хорошо, поэтому буду делать их. Блинчики я приготовила. Спаялась, пока я это делала. Красота! Блин, чёрт побери. Я иногда понимаю, насколько классно иметь машину. Воздушная тревога? Воздушная тревога. Да, воздушная тревога началась. Мы с Кирой собрались ехать в торговый центр, потому что все поразъезжались на пляжи и все поехали на машинах. Хотели Киру взять, но для Кири места не оказалось. Я говорю, Кирюх, ну что сделать? Мы с тобой на пляж поехать не можем, машины у нас нет. Своим ходом мы туда добираться будем до вечера или сваримся в маршрутках, пока доедем. Я говорю, поехали тогда в торговый центр, может, там покушаем вкусненько, походим, что-то посмотрим. Но сейчас вот началась тревога, пока Кироп душа, в общем, будем решать. Сейчас это лето вообще какое-то, знаете, как будто и не лето. Как-то так хотела, чтобы оно началось, а теперь уже хочу, чтобы оно побыстрее закончилось. Но единственное, я хочу, чтобы тепло осталось. Именно вот тепло, чтобы осталось, а лето как такового. Реально, реально и еще раз реально. Ладно, не будем грустить, будем что-то придумывать. По итогу Кира вышла с ванны, сказала, что она никуда ехать не хочет. Я ей еще предложила, даже говорю, на бассейн поехать. Она говорит, на бассейн тоже не хочу. Я сказала, окей. Я тогда пойду, выйду хотя бы на улицу. Посмотрю этим. Де-де-де-де. Собакам. На улице еще хуже. Думала, на улице легче будет. Собакам бассейн. Чтобы вечером взять, надуть и их а-ля типа искупать. Вот. Поэтому пойду сейчас пройдусь. Если я найду бассейн, будет хорошо. Если нет, а скорее всего сто процентов нет, магазин, где они могут продаваться, сегодня не работает. Потому что сегодня понедельник. Короче, что там вообще сегодня? День какой-то. И не туда, и не сюда. Ну, бывают такие дни, когда настроения нет ни на что. Ни на первое, ни на второе, ни на третье. Еще и свет этот дурацкий. Я нашла бассейн. Единственное, что я не могу посмотреть, сколько он стоит. Но такой вот малюсенький, 60 сантиметров. Идеально. 149 гривен. Пойдет. Зашла только что все-таки посмотреть бассейн. А он сегодня даже закрыт. То есть сегодня, знаете как, даже смысла нету на него ехать. Потому что он по понедельникам закрыт. Понедельник день тяжелый даже для бассейна. Но я купила для собак. Хоть кто-то в нашей семье покупается и краску для волос. Я бы взяла, потому что она по скидке. Но взяла одну, потому что я думала, все-таки, может быть, я Киру уговорю на бассейн на один день. Просто так. Честно сказать, меня жаба дает. Тратить такие деньги на один день. Побыть на бассейне. И то не один день. Мы там побудем пару часов, потому что мы спаримся, сжаримся. И нам придется ехать домой. Почему? Потому что места в тени только с шезлонгами. А места без тени без шезлонгов. А без шезлонгов ты, короче, находишься целый день, грубо говоря, на солнце. А целый день на солнце можно сойти с ума. Вот так вот и думай, что лучше. Надо оно или не надо. Короче, такая долбанная история. Ладно. Я в магазин. Собаки, я вам купила бассейн. Та-да-да. Бассейн? Да. Маленький бассейн. Вечером возьму на прогулку, надую, налью туда и воды, чтобы им легче было. И в шопе. Есть такое. Уже не смешно, но у нас воздушная тревога. Я уже не знаю, какой за день раз. Реально. Короче, я буду собираться, наверное, идти с собаками гулять. Единственное, мне надо воды в бутыль набрать. Взять с собой бассейн, кстати, который я надула. Вот такой вот он получился. Я думаю, что отлично. Как раз для одной, для собаки нормально будет. Только воды там будет маловато, потому что бутыль у меня маленький. Но я думаю, что пойдет и это. Маша собралась на прогулку с собаками. Прикольно, да? Вот так вот. Просто шикарно. Надеюсь, собакам понравится. Мне интересно, как сейчас собаки отреагируют на это все. Сейчас будем пробовать. Это, наверное, здесь бросим бассейн. И сейчас его наберем водой. Вот так вот. Все. Тут даже много. На. Давай. Ты, Ручка моя, сразу поняла, что к чему. Ай, ты моя колесая, молодец. Вот так вот, умничка. Ай, ты моя молодец. Ай, ты моя умничка. Скажи, вот для чего это мы купили. Да, для Терчика. Чтобы она кайфовала. Боже, прелесть моя. Короче, вот кому в этой жизни хорошо. Это Терчику. Самое главное, что она четко поняла, для чего это. Она просто когда-то была у бабушки. И бабушка ей тоже так набирала бассейн. И она там вот так вот купалась. А мы куда-то уезжали. Я уже не помню, куда. Но сейчас вот она кайфует. Да, скажи, классно. Что, ты Адуби тоже хочет? Залазь сюда тоже. Залазь. Давай. Залазь, залазь. Иди, давай. Не бойся. Смотри. Ой, страшно. Не бойся. Смотри, Терчик там лежит. Ей хорошо. Ей нравится. Она туда теперь, наверное, никого пускать не будет. Сама будет там лежать. Боже, кайф. Собака кайфует. А Доби хочется и колется. И он не знает, как туда подобраться, к этому бассейну. Да, Добюшка? Скажи, страшно. Сейчас еще наши друзьяки придут. Интересно, как они отреагируют. Но Тера даже хекать перестала. Да, ты, Руська? Скажи, даже хекать перестала. Вот это, скажи, классно. А Шанчушка моя вот там. Шанти, иди сюда. Иди ко мне. Давай, иди сюда. Буду тебя тоже купать. Иди ко мне. Давай. Не бойся. Иди сюда. Давай. Зайди. Иди сюда. Давай. Не бойся. Иди ко мне. Иди сюда. Смотри, как классно. Иди. Ну, давай, давай, давай. Не бойся. Ну, давай. Иди ко мне. Доби, иди сюда Доби, иди сюда Ну, не бойся ты Ну, давай, я тебе помогу Давай, давай, я тебе помогу, смотри Вот так вот Опа, смотри, как классно Водичка, пузико Патуй, такой класс, да? Ой, как хорошо Если бы ты еще ложился, как Коктейрочка Было бы вообще все шикарно Клево? Вот так вот Опа Все Так, теперь еще надо шантюзку Иди сюда Ну, как маленький дытынча А так А так Ну, иди Ну, иди сюда Ай, ты чудо мое Где же моя шантюзка? Так, торчик Есть Шанти Шанти пошла по своим делам Как всегда А Доби все думает Надо или не надо Надо или не надо Интересно все-таки Да, но страшно Интересно, но страшно Так Руська прибежала Наверное, она еще пока не хочет Она хорошо охладилась Дома так спарилась конкретно У меня все собаки уже искупаны Все довольны и счастливы Ждем следующую партию наших друзей Которые придут И, возможно, тоже захотят туда залезть Ну, это уже кто как захочет Доби вообще от этого бассейна не отходит Ему хочется, чтобы я его туда ставила Он там плюхкается А еще больше всего ему, знаете, что нравится? Смотрите Давай, Добюшка Смотрите Вот так вот Он как снежинки ловит Точно так же и воду ловит Чудо такое малое А так Я бы сама сейчас сюда залезла Тут вода такая офигенная Просто комфортчик Да-да-да-да-да Чудо Чудо, залазь Залазь Давай Идем Не Уже такие все мокрюшки Уже такие все мокрюшки Уже такие все мокрюшки Просто не могу Ему вот так нравится Бульбашки, да? Я поняла, Доби Тебе нужен этот Джакузи Ты будешь в джакузи кувыркаться, да? Чудо Где моя труска? Все на месте Ой, да Вот так вот Ко всем попристаю, скажи Ко всем попристаю Потому что так не жарко Хорошо можно ко всем поприставать И Шантюська моя тоже И Шантюська моя тоже И по драконю чуть-чуть Шантю Да Вот так вот Скажи, чтоб не расслаблялась Драконь, драконь ее Пусть не расслабляется Нельзя расслабляться старушечкам, да? Нельзя Да Па У тебя кусь-кусь-кусь ее Кусь-кусь-кусь Шантю любит в Доби играть Она обожает в Доби играть Пачкать меня, конечно же, можно Разрешаю Я зашла в зоомагазин И вот сейчас вот смотрю Или вот такой вот взять Домик для мышонка Или Или вот такой вот взять Ну, оба прикольные Знаете, наверное, вот такой вот возьму Он какой-то более как домик Хотя вот этот вот подешевле стоит Но мне кажется, этот будет пропитываться все-таки писюшками И будет как-то не очень Наверное, все-таки вот этот вот возьму Он классный И красиво будет смотреться И мне кажется, он пойдет По размеру Это должен, по идее, пойти Да, должен Думаю, что подойдет Так, и еще Ну все, больше, наверное, мне здесь ничего не надо Больше мне тут ничего не подойдет Вот это у нас для Дропси медово-молочные Для грызунов Наверное, такой еще не поест он Это для хомяка Это для шиншилы Это для крыски Короче, он пока такого вообще ничего не ест Поэтому думаю, что Мне не нужно Вот это вот неплохая вещь Смоколоки Тути-фути Или вот такой вот вариант Это даже не знаю для чего Тути-фути для даток, для корма грызуниф Интересно Так Пока домик только Так, ребятушки, я уже дома Так что давайте сейчас будем делать Новоселье Новоселье для нашего мышонка И вот это Кира, подержи Та-да-та-там Та-да-та-та А еще я купила вот такие вот снэки Так, выходи Малиш, выходи Давай Я тебя Можно насильно Заставлю выйти Вот так Смотри У тебя теперь есть Обалденный домик Как его так Подожди Мне надо понять Чтобы еще и вода сюда стала Вода Становится Отлично А ну подержи Что, он уже залез? Я даже и не замечала Короче, посмотрите, да Какой шикарный дом у него Лучше, чем у меня Мечта Открой Давай я вот это подержу Вот так Тым-тир-рым Тым-тир-рым А здесь какие-то рисовые зерна И А-ля травы А еще Боже, еще и банан какой-то Но вот эти вот рисовые зерна Мне кажется, мышонок должен кушать Я так предполагаю А ну-ка Да, еще возьму Можно насыпать просто? Не, не надо много насыпать Так просто, чтобы Ты сейчас насыпала А ну-ка Нифига ж, не видно О, кушаешь? Нет Он смотрит свои эти Владения свои высматривай Ну Еще какие-то травки, муравки О, травку забрал, да? Угу О, травку кушает Это хорошо Ну, я знала Он же полевая мышка Он должен всякие такие Травки, муравки Все-таки есть Ничего теперь не видно там Но он себе туда что-то занес Ну, красиво смотрится, да? Угу Симпатично Так, все Все Теперь я пошла в душ Потому что я умираю Реально умираю А если бы этот контейнер был повыше То вообще бы смотрелось бы шикарно Ну, пока у него территория маленькая Потому что он сам по себе маленький Будет побольше Возможно, будет побольше Если я его не выпущу Что, снег, ты орешь? Ну, что ты орешь-то? С ума сойти А вам на сегодня, наверное, пока Я уже просто не яка Меня сегодня эта жара выла из себя И я уже ничего не хочу Я уже ничего не могу Ключу всех люблю Всех целую Или наоборот И всем пока-пока В любом случае У нас есть выключий свет Шикарно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому